Вор в законе Таро спросит со всех развенчавших его. Освобождение Терриела Аняни грозит новыми разборками и стрибой. Освобождающийся сегодня после почти 10 лет заключения один из самых влиятельных воров в законе Терриела Аняни, Таро, намерен поквитаться с теми, кто когда-то подписался под его раскоронацией. В настоящий момент его сторонники активно готовятся к выходу законника. Как рассказал разбалту источник в правоохранительных органах, главной задачей его близких было сделать так, чтобы вор в законе не задержался в спецприемнике, а сразу был выслан в Грузию. По выходе из колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области он подлежит депортации из России, а уже оттуда сразу же отправился в Турцию. Там сейчас находится большая группа его сторонников. Самые активные из них, Ройнуглава, Матевич, и Каба Хавлидиане, Каба Сухумский, уже начали празднование и грозят большими неприятностями всем подписантам Малявы о развенчании Таро. Напомним, прогон о лишении статуса Аняни появился в 2009 году по инициативе на тот момент главного врага Таро, вора в законе номер один деду Хасана. Незадолго до этого был ранен его соратник, еще один влиятельнейший вор Япончик. Он тоже поставил свою подпись и спустя несколько месяцев умер от перитонита. С развенчанием Таро тогда согласились несколько десятков мафиазий. Так что если Таро сможет попасть в Турцию, то ему ничто не помешает собрать большую сходку, где обязательно поднимется вопрос о той самой Маляве. Выхода иного Аняни нет, пока все подписавшиеся не отрекутся от своего решения, его статус как вора в законе недействителен. Кстати, уже после смерти деда Хасана, в 2015 году, вопрос о статусе Аняни поднимался на масштабной сходке в Армении, организованной Захарием Калашевым, шакра молодой. Тогда Калашев предложил дождаться освобождения Таро, после которого все подписанты Малявы на новой сходке смогли бы высказать ему претензии в лицо. Тогда, мол, и будет принято окончательно решение по его воровскому статусу. Теперь же, когда шакра молодой отправился на длительный срок, верховодить на новой сходке будет сама Аняни. Как сообщают источники разбалта, это не означает, что Таро начнет слепо мстить всем подписантам. Для начала он просто предложит им объясниться и публично покаяться. Такую практику применял и дед Хасан. Все примкнувшие к Таро впоследствии имели возможности скупить вину, принеся личные извинения Усаяну и перейдя в его клан. Многие наверняка сейчас сделают так же, объясняя свои действия десяти лет недавности тем, что они могли отказать деду Хасану или что их подписи поставили и вовсе не спрашивая. Если статус Аняни будет таким образом подтвержден, то он в дополнение к этому получит еще и большую группу союзников. После этого он сможет объявить о своих притязаниях на место вора в законе номер один. Однако очевидно, что не все захотят извиняться и встать под знамена Таро. Например, неизвестно, как поведет себя видный представитель кутаистского клана Мираб Гаге, Меле, чья подпись тоже стояла под той малявой, задержанной накануне в Москве и дожидающейся сейчас своей депортации из России. Примерно такая же ситуация с другим подписантом, Гачей Алпаидзе, Альфасон, чьи позиции в криминальном мире в последнее время значительно укрепились, особенно после сближения с Надиром Салифовым, Гуле. С продемонстрировавшими свое открытое неуважение Таро будут разбираться по-другому. Так что Турцию еще могут потрясти новые развенчания и даже убийства воров. Впрочем, и по клану Таро тоже могут наноситься удары, в том числе и упреждающие. Поэтому в ближайшее время может начаться очередная криминальная война с жертвами. Законники-подписанты, находящиеся в России, по всей вероятности, смогут уклониться от участия в сходке, собираемой Таро, и попытаться решить проблемы с ним через его приятелей, находящихся в Москве. А Василий Христофоров, Васа Воскрес, может отказаться ехать в другую страну под предлогом того, что при выезде из России его могут арестовать. Что же касается стратегических планов Таро стать главным законником, то без поддержки таких славянских воров в законе как Тюрик, Шишкан, Петрик и Аксен, ему не обойтись. Тогда они не принимали активного участия в противостоянии Таро и Деду Хасана и сейчас тоже придерживаются нейтралитета. Их фаворитом пока остается Шакра Молодой, который хоть и в тюрьме, но тоже остается в России. И скорее он вернет себе место вора в законе номер один, чем его получит Аняня.